всем приветики 15 апреля лиса где маленькая ведьма спряталась спряталась маленькая ведьма носились тут горцевали бегали с ума сходили все девочки устали вчера я после работы поспала часа два бегла нормально ух ты какой пёс куляет рыжий пос лапы длинная бегла нормально часов в одиннадцать но в шесть утра я еле продрала глаза хоть спи днем после работы хоть не спи все равно не просыпается как надо что там поля бродит что масс несет спину мазать надо да лис у тебя лапки может ты намажешь короче запекаете картоху прям в это в одежке в одежке да и чё большое разрезаю а прям а соль и а скорую скорую едите да и сердечник овцам и то ли вы полезная еду кушайте не я запекать люблю картошку на кружочками маслицам полью кружочками положу сверху специями посыплю специи конечно нужно скорлупе надо да надо на такую картошку штука крупная картошка если крупная картошка ну так все равно скажу она же полностью не пропитается очень даже хороший прям до у крупная какая для вас крупная а какая мелкая которую вы не чистить не режете я напрямую но такой уж и можно подобрать одинаковую особенно как я выбираю картошку когда покупаю аня там ржака на вишню так и через и выбираешь полную стучки это смотрю рядом со мной мужик стоит ну я чувствую что стоит я увижу такой а это все там кажутся это всем так выбирают нет а это с магазина я на картошка тоже я не кидаю вот всю подряд а тоже смотрю ну прям совсем совсем не копались так вот чтобы не мишка вообще не копается и у даже посылать не хочу у меня куля уже берет готова особо было запечатано тоже готовы нет я тоже беру готовую иногда но когда нет то есть я каждый мешок смотрю вот на мишу смотрят а когда я буду выбрать есть из чего я выбираю ту которая мне надо по размеру и чтобы трещин не было ну вот это всякого чего а так я размерчик все выбираю который мне нравится не так мне так понравился никогда не пекла картошку хочу вам сбрендила а тетка позвонила как я картошку не пекла сейчас капусту поеду прикольно потому что она тоже когда она у тебя все картофельные молодой я понимаю я да это вообще классно я вообще вот такая вот когда копаешь все равно такая картошка является там я ее хорошо мою с маслом не с маслом специи потом масло нагреваю в жаровне про фритюре делают как просто в масле не фритюре фритюр это с мукой нет фритюра это в масле когда плавает и прям беру вот так и бросаю ну и она у меня жарится на мелком огне и она доходит мелкая картошка и всем так нравится но фритюр было то же самое вот и берешь и сетку пускаешь в кипящее масло там сколько это ну и вытаскиваешь я чудо на овощную рагу перешла уже два раза подряд делала все овощи что дома есть в морозилке замороженная капуста там у меня огурцы есть мороженое надо свиньи меня сидят наверно сидит конечно ночью зачем мы заморожены свежие они салат негодные салат негодный я делала салат со зрачу они же водяные они сразу сделал сразу съел короче чтобы пока не расставить если вам не надо вы мне можете их отдать я еще думала думать что в этом году свиньям не заворотил огурцы не попробовала хотел просто попробовать в четверг в морозилку кинем тут а я потом заберу потому что я делала думаю на новый год не знаю деньги будут не знаю не будут денег у него не будет пенсию получать зарплату получать пенсию и тому что я бы не работала короче экономить заранее еще до автобуса полчаса она уже одела я хочу домой пути кто там крадется это ты крадешься ну и дела положи сиди я руки помою какая наливашку сайти каменная а которую в отпуск то я тебе купила удобная а че раньше не догадались да ты пила со стеклянных бутылок ага че раньше не дотумкали купить я не дотумкала у меня такая сколько лет пью с такой бутылки воду ну типа такой это твоя это я тебе купила это я тебе купила новую а у меня наподобие такой же тоже спасибо с носиком со все это в дорогу я купила в дорогу а ты же арестовать сразу пользоваться она же видишь тут этот резиновая и удобно держать она не скользит она мало места занимает вот в дорогу мы тебе сюда водичку нальем а можно купить 2 налить еще и компотика если будешь пить две бутылочки возьмем одну с водой одну с компотиком вчера колю угостили вот такая щука на полу раковина башка какая а что за рыба щука вот щука котлеты хорошие ну коля вчера попросил ты пожарь мне она пока свежая она вкусная жареная я ему пожарила себе подварила водички ну там со специями я жареное стараюсь не есть и головешка осталась у меня еще в морозилке там была на уху вот сейчас приду ухи сварю а ты ничего не готовишь? да редко раньше что-то еще пытался готовить ну к твоему приходу например к моему приходу я захожу он такой Лен что там первое есть разогревай я говорю а ничего ж я с работы а ты его разбаловала я с работы пришла ты меня должен разогревать это уже все так и будет да я с работы наоборот Лен там ты кушать будешь? давай я тебя погрею не что там первое у нас есть разогревай я только зашла еще не разделась кошки под ногами все 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 кошки под ногами сразу да пришла сразу они меня встречают а Коля вчера зашел а я дома была он зашел я кстати вчера два часа поспала а это я тебе говорила вот они как на окне лежали они проснулись головы подняли слышат что они не побежали встречать я же только в замочную сважину ключ они уже все возле порога Коля со мной даже лежат соскакивают бегут всегда меня встречают обе а его только могут так взглядом ну иногда и доты ну не всегда вот Коля завтра или послезавтра освободит прицеп помоет его и я потом заберу коробки вот эти мы заберем отвезем уже начнем потихоньку складывать прицеп чтобы оно не по квартире я хоть допустила я список составила ну вот вот начинай писать мам уже какое число уже осталось каком месяце месяце месяц ну грубо месяц а он пройдет ты начинай писать думать дописывать вычеркивать хотя бы этим займись я там что ты посоветуешь брать халат 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 надо и теплый и не теплый потому что поедем еще середина мая прохладно будет а какой недель теплый ну или тунички или что-нибудь такое ну туника это под халатом есть у тебя туника ну вот платьица ну типа такого что-то есть у тебя легкая что у тебя там я уже думаешь помню что у тебя есть что у тебя нету ну такую можно взять с рукавчика с туникой да ой со штаниками со штаниками да халаты два халата теплых возьмешь а ну платье ну платье легкое на выход ну я возьму если что-то надо будет тебе одеться просто во двор выйти по-деревенски там вещи будут такие какую-то куртку одеть ну такого-то у меня есть и кофты какие-то есть твоя куртка у меня какая-то отсюда поедем будет прохлад ты в какая можешь взять пальто вот это черное в клеточку в нем поехать или знаешь ко мне лет 15 назад купилку в зеленую а в Финляндии ну вот можешь ее взять она хорошая она теплая и легкая да ее можно потому что там-то ты будешь в доме на улицу выйти и тебя по-любому найдется что одеть я там на улицу не одеваю парадное выходное во двор выйти одеваю что-нибудь я все надеюсь что мне легче там будет да будет тебе легче там из-за кислорода там так спить сама ты там спать будешь там просто хочется спать ну в смысле не днем хочется спать а хочется спать вечером а там надышишься вот даже я жарю там кислород я не знаю там вот я в семь-восемь вечера я тут в одиннадцать-двенадцать мне хоть глазами коля я вот заставляю себя снуть а там ходишь такая уже ничего не вот просто ничего не хочу пошла легла утром в пять утра в шесть утра я вскакиваю у меня такой роботон у меня энергия я я с утра все сделаю есть наготовлю то и то или куда-то надо мы в Лиске съездили приехали на огороде до вечера ну как-то вот все а вечером опять надышался вот этим гислородом все и опять ты спишь хорошо я я всегда мечтаю приехать в Мурманск и жить в таком же ритме жизни как там то есть пораньше ложиться пораньше вставать не получается а то тут все приезжаешь день-два и опять я хожу как это Коля спит я до одиннадцати до двенадцати спать не спать а я вчера вспомнила думаю наверное еще не спит в одиннадцать вечера я вчера днем поспала в одиннадцати я только налегла пока ворочалась ой это долгая долгая история а я в первом часу я вчера отрубилась она пошла покушала Маську под мышку Мася пошли со мной спать она такая вырывается не понимает что я от нее хочу только я ее на кровати она поняла куда ее принесла она рядышком легла мур-мур-мур так хорошо с кошкой спать Лиску так не возьмешь а это ради Бога Маська Мася а что ты ее так назвала она Мася посмотришь с ней пообщайся вот она Мася ее когда искали хозяев это Лиска вторая Лиска у тебя была которая деловая короткохвостая а ее когда отдавали ее между собой девчонки назвали малышка ну не имя такое дали просто отдается кошка малышка ну малышка с большой буквы ну пока ее так называли вот она вот малышка Мася и мне потом когда ее принесла ну люди смотрят фотографии Маня Масюся Манюня вот всем почему-то ну не всем многим Коля тоже Маля ну как-то все вот на Масю почему-то многим это имя на языке вот посмотришь она вот как Мася она Мася вот такая вот Масюнька что она зараза вчера сделала Мася Слышу грохот захожу то что было вот там на шкафу под потолком валяется на полу вот это мыло Дуняшкина вот это вот разбилось но мыло не разбилось я как она туда залезла она в шкаф потом вот эту полка средняя которая вот там вот по вещам потом как-то вот оттуда вот вот так на шкаф и скинула и потом вот с этой верхотуры я иду она услышала она слетела оттуда с такой высоты она спрыгнула на кровать и убежала как так и надо она такой верхолаз ужасный а когда вот я работала в Педро Лиска город Лиски Лиски Лиску в честь города Лиски назвали это нам посоветовали Педро выделили там место квартиры именно для педровцев иначе многие уехали а ты говорила что тебе я уговаривала папу я сразу представила лес зелень да там конечно если бы тогда туда переехали ой как я хотела ты не представляешь я всю жизнь только мечтала как ты о рубежном так и я вот вот поедешь туда в Лиски мы тебя свозим мы же каждый день почти в Лиски ездим а папа говорит ну там больницы наверное нет и вообще там моря нет не ну папа тяжелый на вот все эти моменты переезды все вот я легкая насчет этого так что мечтала жить в Лиске но неплохо зато приедешь погостишь рядом с Лисками это Мася спит ой ой как ей хорошо мертв тормашкой балдеет ну я вспоминаю как вот это твоя Лиска Лиска Маню маску играть заставляла ты только принесла ее помнишь а она на мячике таскает приносит к ней кидает мерчит мурчит да бегает показывает не в какую а это старается угу смотреть ну они когда приедем туда они Лиса то улицу вспомнит она гуляла Мася не знает там ничего будет потихоньку выходить у меня только страх чтоб не потерялись они свой двор знают я сама так боялась я вообще страшно боялась чтобы Лиска а не выпустить не могу мы туда сюда ходим она все равно выскочит и мы если в город уезжаем мы ее загоняем то есть она на улице не гуляла потом были такие моменты что она не ловится оставляли во дворе приезжаем она также во дворе но она меня как дразнила она вечером если до темноты я ее не поймаю забуду спрячется и сидит где-нибудь и Алиса Алиса с фонариком а ей не хочется домой она голодная она лягушек там ловит она ежиков там ловит пока не нагуляется вечером домой не придет вот я сижу куку я ж не могу ее оставить Коля уже ложись или нет пока не вернется у меня была задача до темноты ее поймать вот и вот так вот Алиса Маська то не знает но она привыкнет на территорию на свою лиской территорию знает к нам приходила кошка берег родившая котята мы потом уже поняли у нее ну видно на соски все Лиска разрешала ей кушать я еду выносила но приходил кот Рылатый тетя Клава его называла вот эта вот мелкая наша кошка вот такую рылу она со двора гнала со свистом я испугалась за Лиску слышу орут Кулубок я думала все он сейчас этот поранит ее я так за нее испугалась этот кот на забор Лиска на забор этот кот с забора Лиска с забора на чужую территорию выгнала его ты представляешь какая вот она его прогоняла иногда он приходил позволяла вот под настроение вот сидит смотрит я ему кидала то что она не ест он все подряд ел он наверное и гвоздик будет есть голодный он такой любит пожрать говорится а иногда прям он ей надоест она так его гнала со двора это вообще аж пух и перья так она мелкая еще была еще худенькая а сейчас она такая кабана я представляю она сейчас какая будет там ходить барыня тут окошко была передача они очень стресс большой испытывают когда они на машине ну если то они боятся естественно это да поэтому надо приучать сначала минут 20 покататься они уже приучены ну Лиска приучена а Мася нет Мася надо катать еще я вот я надо уже катать начинать потому что и с ними ласково все они потому что они большой стресс ну я я Мася куплю капли мне посоветовали успокоим капли она будет успокаиваться и будет спать много потому что для таких как Мася надо что-то давать Лиске не буду она нормальная она и спит и ест и в туалет ходит Мася сядя в машину она начнет нервничать ей надо хотя бы я на первый день дам эти капельки чтобы она привыкла к машине к дороге может быть второй день она не будет но первая она очень такая она очень пугливая очень вот новый человек приходит она куда-нибудь за шкаф под ванну потом выглянет посмотрит она очень пугливая это Мася это мелкая нет Мася Лиса нет Лиса которая у тебя была видишь я тебе ее привезла она тут ходит как хозяйка уже а та очень пугливая поэтому а на колени хвост какая может посидеть Маська вот эта которая пугливая она и пугливая и ласковая одновременно то есть она привыкнет к тебе она будет с тобой дружить но сначала она будет тебя бояться немножко ну быстро она часик с тобой рядом побудет вы же вместе будете ехать сзади и с кошками ну да я разговариваю будешь с ней разговаривать дашь руку понюхать она привыкнет к тебе и будет с тобой укорекать все нормально будет все будет хорошо Субтитры создавал DimaTorzok